окей я надеюсь что плиз после таких славных побед против эльфов продолжит да спаркс файл и глхп но это очень приятно когда вы с тиммейтом там в финале это прям links поддержал ваш канал на 500 рублей сообщает спасибо спасибо за спасибо спасибо большое близкие некоторые игры конечно такие качели даже пиу-пиу я надеюсь что будет патма и у нас будет сразу развилка по стратегиям но играть против тиммейта то есть он он знает скорее всего не катают кастомки или по крайней мере делятся инфой и сейчас посмотрим демон хантер первым героем с этой стороны демон хантер с другой но мы вспомним прошлую игру она была тоже зеркальный по героям тем не менее концовка была непредсказуемы одни эльфы но слушайте побеждают сильнейшие давайте объективно эльфы не то чтобы сильнейшая раса но представители которые вот за эльфы играют они ну явно получше остальных на сегодняшнем турнире нет никакого дисбаланса понятное дело там ну погрешность вас вас так поймать переподписан 21 месяц ничего себе как кота некроманта озвучил товарищ вот дисбаланс есть только в том случае если у вас прям близкий уровень с товарищем если вы там играете в батлнете или там не знаю не батлнете где-то еще на на тизе и вас какая-то раз и пинчат и вы не знаете что с этим делать скорее всего проблема в коте проблема в вас они в расе потому что возьмите игрока классом повыше он скорее всего поставить любую расу вас катнет вот ну и в конце концов в топе турниров очень часто мы видим представителей всех четырех раз вот как-то так это чисто бросил чтобы т.в.р. 0 поддержал ваш канал на 100 рублей сообщение начнется спасибо за стрим хумы самый нестабильный эльфу небалансный вот 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 хотя бы хотя бы один куда ты фоги че зарыл че он в турнире катает он катал просто он не справился завтра проверим кто там кого катнет завтра зачем завтра привет уже турниров столько было и на так и на этом патче на прошлых патчах на разных патчах уже все давно давно проверили в игре баланс почти абсолютный решает скилл так давайте к игре тут уже был какой-то контакт я в попытках троллинга отвлекся к сожалению от происходящего на экране ну плиз подрезал у них одинаковое количество экспы прям единичка в единичку что говорит скорее о том что они не просто закрепили одинаковые точки но и подрезали одинаковое количество ворчей друг у дружки вот по лимиту низка не по лимиту уже скажешь 27 27 может быть она так и есть ну конечно мы эти здравия много андэдов и было есть возьми 120 например который на последнем турнире поставил орков катнул хэпича андэда потом поставил андэдов и катал кого там алина или флая у кого-то из топовых орков да ну если есть хотя бы один представитель расы то уже можно говорить что все нормально ну и который выигрывает значит остальные могут тоже алина алина не ну там разное количество экспы я думаю за арчу и за троля так бы оно не совпадало прям один в один 144 144 так что раз там умерла арча и у них сравнялась экспа значит сарча умерла с другой стороны снг кроме китая да какая разница китай не китай корень и корея пошли в условия уже в топах были разные раз и по многу раз в разных патчах решает скилл так нага ну хочет сейчас поймать момент плиз тоже нагу себе купить тем более не сапоги он может передать о сейчас крипджек можно хорошее сделать наги сапоги почему-то не передает врывается во первых арча в сетке тут же просветка другая подставляется он минус телепорта минус арча зарешала арчурка которая стояла по центру вот опять же одинаковый раз одинаковые герои одинаковый состав армии наличие разведки и правильное принятие решения дает тебе уже весомое преимущество то есть оставил увидел понял подождал напал вовремя там же в любом случае сетка кидаются и все минус юнит минус телепорт но еще урон урона подносил да ты немножко не да ну он он подкрепился типа но по экспе так не скажешь потому что у плиза уже больше экспы чем чем у аджка аджк аджк файв как его звать как говорит что решает кристалл бол да наверное все таки на на про уровне можно говорить одинаковым ну по крайней мере сопоставим дисбалансе предметов и раз иногда даже предметы оказывают большее влияние чем чем раз она ну в той или иной ситуации даже наверно чаще предметы оказывают больше больше рандом скорее сюда по крайней мере мы чаще на этом внимание акцентируем ну потому что они реально в битвах чаще чаще оказывают какое-то влияние в мир это понятно это основной фактор который ну если не было никаких там крупных сырщик не недоконтроля ошибок каких-то грубых они оказывают ключевое воздействие но и в других матчапах тоже предметы зачастую 1 2 правильно выпавших делают игру значит значительно проще и джеки и джеки и джеки да хорошо вот например сейчас выпадает плезу бутылка жизни тут вампиризм который вообще не заходит учитывая арчи талонов ну и судя по всему да они кастомки играют арчи талоны с одной стороны арчи с другой талоны с другой стороны но и джеки т3 это разные арчи талоны здесь у приза арчи плюс талон а там арчи талоны то есть там талоны с циклоном то есть там талоны будут чистом виде потом когда ну циклон три героя все дела ну плизу нужно играть активнее естественно то есть нужно играть агрессивнее если он знает что там происходит он должен при этом идти брать свиток лечения идти пушить он судя по всему так и делает берет свиток лечения идет пушить потому что во первых тут потраченные ресурсы на т3 потраченные ресурсы на грейды на талонов которых в принципе арчи убивают талон стоит дороже чем арча арчи убивает талона бла-бла-бла пока там нет циклона в достаточном количестве ты можешь человека запушить особенно было бы классно еще парочку виспов с собой взять все делать правильно абсолютно плиз это что старая школа старая школа старая школа минус талон и прекрасный просто приходит пуш здесь талон не для циклона здесь талоны чисто для фэйри фаера забегает видит т3 пытается убить магазин это блин не просто так магазин это арба арба это ну не основной наверное дэмэдж но процентов 20 наверное дэмэджа добавит в целом армии все убил магазин не будет арбы не будет хотя им что там особо не нужна бутылок самое главное не будет чтобы отбиваться еще все есть виспы но уже непонятно зачем они нужны потому что ну разве что ауф поставить один вот он был бы не лишним отлично блин как будто играю сам вот дальше тинкер появляется фактурку надо конечно же фокусить первую очередь фактурочку инвул пошел тинкера фокусит свиток лечения теряет тем не менее одну арчу форкет минус тинкер почему не завкусил факту факта здесь большую часть урона наносит и вот артефакт который решает бутылка пропита дима прорывается нага пасует вот надо было все-таки факту фокусный два залпа всего лишь блок на нагу это изя вы финал для плиза просто сыграно шикарный тут подблочил еще арчой шикарно дима не может пройти телепорта нет он отсюда вообще не уйдет при правильной игре тгг пишем выходим просто ггвп шикарно чистенько просто вот правильный решением определенный момент к отличный контроль все четко у меня такие игры конечно вдохновляет пойдем сейчас с отличным настроением с соколом в pubg играть просто с прекрасным настроением флиз безусловный герой сегодняшнего дня потому что замочил серию серьезных эльфов во первых он замочил lil dc подождите до этого еще кто-то у него был да кто-то там нет подождите кто у него был кого он убил хамми ну хамми то ладно да мы начали смотреть с lil dc потом sonic и потом собственно финал красиво красиво